Беларусь Грузовый коллапс на мяжи с Евразвязем Выезду с Беларуси у Чарзе чакают амаль 3500 тяжковиков Згодна з информацией Державного помежного комитету, найтяжейшая ситуация цяпер на мяжи с Литвою Станом на ранницу на пунктах пропуску Беня-Кони и Каменный Лох махчымасти выехать чакают 2240 тяжковиков За минулые сотни там пропустили фура у тольки 23% от нормы На латышским керунку у Чакани застаются 820 тяжковиков У пункте пропуску Козловича на мяжи с Польшою у Чарзе стоять 350 грузовиков Так само на беларуско-польской мяжи фиксуют найвеликшую чаргу с легковиков У пункте пропуску Берасе-Тересполь чарга со 180 аутов У Менску 73-годовый мужчина забил женку, а пасля скончил життя самогубством Трагеда отбылась ассёня ранецую на улице Мирошниченки Экстренные службы выехали на поведомление об трупе мужчины каля дому А глядаючы кватеру загинулога, милицианты изнаишли тело 71-годовой жанчины Са шматликими ножовыми раненями Сгодно с попередней версией, мужчина некальки разов ударил женку ножом А пасля сам выскочил з в окна На мессы працуют следчие У Слуцку кировца, что выросла проехать на шервоное светло, сбила трех пешеходов ДТЗ отбылось у Чора на скрыжевании в улицах Багдановича и Виленской 59-годовая кировца Шкоды проехала на заборонный сигнал светлофора И сутыкнулася за автомобилем Опель А дудару Шкоду откинула на тротуар, где легковик сбил трех пешеходов Усих их разом с кировцой Шкоды шпитализовали Украинские войсковцы ударили супраць карабельной ракетой «Нептун» Падесантным кораблей Чарноморского флота России Константин Альшанский Про это поведомил спикер военно-морских сил ЗСУ Дмитрий Плетенчук И он дадал, что это десантный корабель належит Украине А Россия присвоила его у 2014 года, пачас оккупации Крыму 9 годов судно стояло у бухте, его разбирали на запчастки Але с причины дефициту дзейных десантных кораблев Российцы вырышили одновить боездольность Альшанского После шага ЗСУ и вырышили нанести по им удар Исламская держава погражает России новыми терактами Аль Азаим, неофицийный медиа-центр террористичной организации опубликовал заяву, что варта чекать новых акцев Кали катаванье выканавца у теракту у Кроку Сити Холле не спыняться Паводли проставников террористичной организации Не варта думать, что у их нема махчымостях отпомстить за ихных братов Нагадаю, пачас затрымания подазрыванных у теракте Российские силовики адрезали частку в ухо одному з мужчинам И примушали его проглынуть Иншого затрыманного катавали током Третьего у непритомном стане доставили на больничный каталцы у суд Так само на телах и тварах усих четверых были следы сбития У ночи российские войски атаковали беспилотниками Харков и Одессу Як поведомил керовник Харковской областной администрации Над в областью были сбиты при нам сей 8 шагедов Российские телеграм-каналы поведомляют, что после налета беспилотников Харков застался без светла Проблемы с электричностью после атаки беспилотников назираются и в Одессе У городе прозросийские налеты на переды дни была пошкоджена электроподстанция Энергетикам удалось взять ситуацию под контроль и вернуться до графиков стабилизационных отключений У городе так само обновленная праца 50% электротранспорту А гулом за учешний день поветранная тревога у городе гучала тройчи Па час обстрелу были паранены три женщины У американским городе Балтимар у штаті Мэриленд обрынулся автомобильный мост У мост Фрэнсиса Скотта Ки, протяглася, кого складает два с половую километры Урезался корабель-контейнеровоз под стягом Сингапуру Судна загорелась и затонула А частка конструкции у мосту обрынулась в воду разом с автомобилями, что были на им у гэты момент На месте працуются ратовальные службы С политвязня у президенты за два тыдни Новым президентом Сенегалу став кандидат от оппозиции Басиру Де Майфай Хоть официйных выника у голосования шаняма, але Фая уже опавиншаваў головный конкурент Кандидат от керовной коалиции былый премьер Амаду Ба Былый податковый инспектор Фай вышел на свободу только 14-го соковика у вынику амнистии Якую улады краины обвесцелі для усіх арештаванных на палітычных акцаях Страд ягонных абяцаняў адмова ад колониальной валюты, франка, і увядзення новай План пашырить навушання англійськай мове і привезці да керовання новая палітычные сілы И гэта ўсе новіны ў нашым короткім вэданіў Боўш падрабязна, як заўсёды ў вечаровым эфіры аб'іктыву і студии Белсат Калі вы глядзіте нас ў Ютубі, заклікаю ставіць падабайкі, каментаваць і дзяліцца нашым вэданіям Кап яго побачила як мага болі глядачоў Але не забываеціся на ўласную бяспеку Беражыці сябе і заставаеціся с Белсатам